Погода в шахтах стоит солнечная, на небе нет ни тучки, но ходить все равно приходится в резиновых сапогах. А все потому, что дорога здесь ушла под воду. Местным школьникам приходится вот так идти в школу на уроки. Находимся мы на КНС номер один по улице Достоевского, города Шахты. Вот это течет канализация со всего города, со всех больниц, с города Шахты, с Евродона все это стекает. В общем, со всех предприятий промышленных, с моек, с больниц, со школ, с домов, все течет сюда. И вот это все канализация течет. Этой проблеме больше 10 лет. Они должны были в 2018 году запустить новую КНС. Должны были стоять стены с новым оборудованием, со всем. В 2018 году к нам приезжал Рокчеев, это Росприроднодзора, и клятвенно нам обещал, что новая КНС будет стоять. Но новой КНС, как вы видите, нету. Оборудование все старое. Администрация нам отвечает, что сбросов канализационных нету. Аварийная ситуация исправлена, устранена. Ну вот, как видите. Еще у администрации есть такая фишечка, что они снимают колодцы, которые не текут, и потом для отчетности куда-то посылают все это. Значит, вот эта дорога конкретно идет в первую школу, та дорога идет в 15-ю школу. Это вот та школа детей, которых ругали и заставляли, чтобы поубирали все фотографии. Вот по этой дороге дети ходят в 15-ю школу. Соответственно, приходят мокрые, вот эта вот жижа, вот эта вонь стоит от обуви у детей. Вместо того, чтобы поддержать детей, директор 15-й школы и учителя начали запугивать, чтобы удалили из соцсети все фотографии с их акциями. Дети вышли с плакатом о том, что мы ходим в школу по канализации. Значит, реакция была, я не ожидала, что будет такая. В 15-й школе директор и классный руководитель открыто начала выявлять свою негативную реакцию к детям. Уберите фотографии все с этого, вы понимаете, а это было как раз накануне выборов. Вот, значит, я обращалась к стене Акина по поводу того, чтобы прекратили прессование детей. Вот, на какое-то время это все затихло, но опять началось, но девочек уже не трогали, тронули мальчика. Мама подписала документы о том, чтобы ее предупредили, что этой акции больше не повторится, чтобы, в общем, вот этого не было. Это идет сброс неочищенных канализационных стоков по поверхности местности прямо в реку Отюхта. Отюхта является притоком реки Грушевка, которая посредственно впадает уже в Азовское море, ну и, соответственно, близкочерное. Сбросы продолжаются постоянно. Объем сбросов, ну, на глаз можно определить, что это примерно в минуту около 500 литров. Впадает он в реку. Значит, здесь нарушения фиксировались Министерством природы и экологии Ростовской области. Фиксировались административной инспекцией, Росприроднадзором. Также были сюда направлены специалисты лаборатории ЦЛАТИ. Они постоянно штрафуются ГУПРО, ОРСВ, ну, как это называется у нас, водоканал. Но им как бы, как с гуся вода. Наша администрация отвечает то, что здесь ничего нет. Они постоянно в своих соцсетях, в аккаунтах говорят, что здесь проблема решена, и все хорошо, и красиво. Но люди, читая это, понимают, что это абсурд. Они приезжают и говорят, да вот же, течет. Они говорят, нет, не течет, у нас все нормально, проблема решена. Чтобы поднять эту воду на очистные сооружения, должны работать насосы. Там, по-моему, если не ошибаюсь, три насоса. Так вот, когда они их включают, они, естественно, соответственно, очень много мотают электричества. И у них проблемы с подстанцией. Подстанция не вытягивает такую нагрузку. Очень долго они тут строились, 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 выделялись деньги. Ну, деньги, как всегда, куда-то делись. Заложили они фундамент, положили плиты, и все, на этом все закончилось. Вот, и сейчас пытаемся как-то отстоять. Тут же же сами видели, и дети, и взрослые ходят здесь все. Износ сетей составляет более 80%. Этим должен был заниматься наш местный муниципалитет. То есть, глава администрации, администрация, и в бюджет должны были быть заложены деньги на замену труб. Потому что собственником данных всех сооружений и труб, разводки всей, является город. Является муниципалитет. То есть, водоканал, он это все использует, эксплуатирует, соответственно, с этого получает деньги. Но, по закону, за ненадлежащее функционирование этого всего, водоканал получает, соответственно, штрафы. У нас весь город течет. Весь город в канализации. Абсолютно. Канализация, вода. Сейчас проехать невозможно. То есть, это проблема постоянная, это проблема всего города. Но здесь просто нонсенс. Здесь явное и наглое нарушение природного законодательства. Сейчас Министерство природных ресурсов и экологии, Минприроды России, занимаются оздоровлением малых рек. Ну, до шаг, наверное, это еще не дошло. То есть, ну, какое может быть оздоровление, когда с половины города мы сливаем просто в реку? Субтитры создавал DimaTorzok